Ну вот так растет у нас в природе красная щетка, близкий родственник золотому корню, больше используется для лечения многочисленных женских заболеваний, особенно гормональных сбоев. И самостоятельно лучше ее не принимать, потому что нужно очень четко рассчитать, с какого именно дня цикла ее применять, потому что ее действие не эстрогеноподобное, а прогестероноподобное. Поэтому классическая схема с 14 дня, возможно существуют еще какие-то схемы, иногда ее мешают с боровой маткой и одновременно делают, вероятно, для того, чтобы организм сам разобрался, что взять из этого сбора. Но тем не менее это вот такой редкостный цветок, высокогорный, достаточно редок и охраняется, и для женщин это вот чистое золото, золото Алтая, как золотой корень, в общем-то, так и вот красная щетка. Ну а красная щетка, вы, наверное, поняли, вот за эти красные кончики на цветочках, на побегах. Здравствуйте, с вами Ефименко Наталья Юрьевна, специалист по травмам, коллекционер народных методов лечения. Несмотря на то, что я много раз видела, как в горах растет красная щетка, либо радиола четыреха, надрезная, либо радиола холодная, либо сибирский женьшень, несмотря на это, я очень редко собираю данное растение. Данное растение редкое, вымирающее, во многих областях оно и во многих странах, оно занесено в красную книгу. Оно почти исчезло в Монголии, оно почти исчезло в Китае, оно очень редко встречается в Забайкалье, и основной ареал сейчас произрастания красной щетки, это, в общем-то, Алтай, Высокогорье. Может быть, еще где-то есть, и может быть, у меня устаревшие сведения. Красную щетку теоретически можно выращивать в совхозах лекарственных, правда, это осложняется тем, что растение двудомное. На одних растениях именно женские цветы, на одних и мужские цветы, и, в общем-то, семена завязываются только при наличии двух растений. Поэтому, вообще, красная щетка мало представляет интереса для фармацевтических компаний, так как запасы сырья не столь многочисленные, а вот для промышленного производства. Однако, на Алтае его опытные сборщики собирают, я всегда беру у них. Вот я купила пакетик, в общем-то, в аптеке, оно есть, можно красную щетку купить и в составе разнообразных бальзамов и чаев, и можно купить ее сухую в магазинах, которые торгуют алтайскими травами, но, в частности, вот магазин «Вершки и корешки» в городе Новосибирске, тоже там бывают красная щетка и препараты разнообразные, сиропы, в состав которых входит красная щетка. Красная щетка недаром называется сибирским женьшением, и применение красной щетки несколько шире, чем для лечения гинекологических заболеваний. Да, красную щетку в основном используют для лечения гинекологических заболеваний. Она хорошо себе показала при лечении миом, фибриом, эндометриоза, разнообразных воспалительных заболеваний, слизистой, для лечения аденом, простаты у мужчин. И, в общем-то, для лечения бесплодия и из-за свойств, из-за богатого химического состава, красная щетка воздействует комплексно. Ну, во-первых, здесь есть фитоэстрогены, то есть эстрогеноподобные вещества, но растительного происхождения, которые воздействуют на наш организм точно так же, как эстрогены женские. Есть вещества, которые регулируют именно гормональный фон, некоторые гликозиты, фенолы. И есть вещества, которые адаптогены, которые увеличивают и улучшают наш иммунитет. Поэтому получается, что на многие заболевания красная щетка действует со многих фронтов. И имея богатый минеральный состав, витаминный состав, плюс там есть еще и дубильные вещества, и эфирные масла. В общем, состав, правда, состав несколько меняется от места произрастания, но о том, что этот состав уникален, в общем-то, никто не спорит. Благодаря наличию в своем химическом составе антогликозитов красная щетка обладает онкопротекторным, противоопухолевым действием. Поэтому она вот так хорошо работает на миомах, фибриомах, аденоме, то есть на доброкачественных опухолях. Плюс ко всему красная щетка воздействует и на любые другие онкопроцессы, улучшая иммунитет, увеличивая, и дает силы в борьбе со многими раковыми заболеваниями. Плюс красная щетка достаточно хорошо борется с разнообразными воспалительными заболеваниями, вызванными разнообразными бактериями, грибками. Поэтому красную щетку можно применять даже детям в период острых респираторных заболеваний. Ну, детям, конечно, постарше школьного возраста. Красная щетка прекрасно работает и в таких случаях, когда наступила менопауза, то есть она улучшает состояние, нивелирует все разнообразные приливы и другие неприятные симптомы климатерические. Плюс красная щетка поднимает иммунитет, воздействие на слизистую, и некоторые вещества в красной щетке улучшают эластичность сосудов. Есть там и витаминные группы В, и поэтому красную щетку, в общем-то, можно применять и для того, чтобы атеросклероз не развивался с той скоростью, с которой он обычно развивается, то есть очень быстро. Красная щетка улучшает мозговое кровообращение, улучшает умственную деятельность. Некоторые отличают, отмечают некоторую сонливость, поэтому если вы употребляете, если вы находитесь за рулем автомобиля, конечно, красную щетку надо осторожно применять, последите за своим организмом, то есть начните применять ее в выходные, для того, чтобы посмотреть, действует ли она на вас тонизирующая, либо наоборот успокаивает нервную систему и вызывает некоторую сонливость. Красную щетку с успехом применяют для лечения именно усталых глаз, для предупреждения многих заболеваний глазных, так как здесь есть каротиноиды, есть, в общем-то, другие вещества, которые улучшают кровообращение именно в сосудах вокруг глазного дна. Есть несколько тонких моментов в применении красной щетки. Когда применяется красная щетка для лечения гинекологических заболеваний, вот миом, фибриом, андометриоза, адноксидов, ее часто смешивают и с боровой маткой, часто смешивают, допустим, при климаксе с шалфеем, то есть это, в общем-то, нормально. Красную щетку нельзя смешивать с растениями, которые содержат другие фитогормоны, ну, например, хмель, солодка, душица, поэтому старайтесь, в общем-то, пить моновариант, не смешивая. Дальше есть еще одно предупреждение, оно часто касается тех, кто начал лечиться, например, от аденомы и применяет красную щетку, так вот алкоголь одновременно принимать нельзя. Хотя и бывает настой красной щетки на спиртах, причем очень многие знахари почему-то именно настаивают на том, что именно более полное извлечение именно спиртом, а не водкой происходит. И красную щетку нельзя применять, конечно, при беременности, нельзя применять при грудном вскармливании, нельзя применять при достаточно серьезных поражениях, при неврозах и при депрессиях, когда применяются антидепрессанты, то есть одновременно с этим красную щетку. Вообще с антидепрессантами мало что сочетается в принципе. Красную щетку одни пишут, что нужно заваривать водой не только что вскипевшей, а примерно 70-80 градусов, как вы завариваете примерно зеленый чай. А другие стараются заварить ее несколько подольше, делать такой напар, то есть заварить кипятком и напарить под крышечкой минут 5-10. В любом случае красная щетка достаточно эффективный адаптоген, онкопротекторное средство, противовирусное средство, улучшающий иммунитет средства. Приглядитесь к этому растению, чай из нее обладает достаточно приятным вкусом, как и радиолы розовые. И особенно те больные, которые находятся после тяжелой химиотерапии, после облучения, дубильные вещества выводят токсины из организма красной щетки и отдают силы на то, чтобы справиться именно с последствиями самой химиотерапии. Это прекрасное растение. Покупайте у проверенных травников в аптеках, и оно вам послужит.